Всем привет! Сегодня мы построим робота терминатора без тортиков и без использования инструментов. А если мы наберём под этим видео 1000 лайков, то я сниму битву строителей по постройке терминатора. Время туториала. Так как у нас постройка без инструментов, я убрал все свои инструменты в инвентарь. И первое, что нам нужно сделать для постройки терминатора, это зайти в браузер. И теперь зайти в аватар своего персонажа. Это можно сделать на телефоне, если нажать справа наверху на три точки, и версия для ПК, появится точно такое же окно в аватаре. Теперь нам нужно поставить термозажение на 50%. Так, теперь загружаем страницу. Ага, ровно 50% поставил. Теперь мы заходим в тело, шкала, заходим, и ставим тут всё на 100%. Вот такой вытянувший персонаж у меня получился, так и должно быть. Теперь нужно рассетнуться, чтобы все настройки применились. И как видно, я стал вот таким вот вытянутым. Да и не только я, моя птичка тоже. Теперь нам нужно в настройках поставить Мертин Клэл на красный, а перемещение оставить на единицы. И построиться немножечко наверх, где-то 5 блоков, наверное, хватит. Поставим здесь стульчик и садимся на него. Теперь нам нужно внутрь себя поставить ещё два стульчика. И удалить нижний, вот этот центральный. Хоп, и теперь прыгнуть. Как видно, мы прилепились к вот этому стульчику, который у нас в теле находится. Так и должно быть. Теперь нам нужно сделать вот так. Посадить блок на нижний стульчик, и сзади этого блока поставить блок масла. Ну или клея, но я его маслом называю. Вот так, чтобы оно заходило внутрь этого стульчика. Как раз таки для этого я ставил и вот этот деревянный блок. Он нам больше не понадобится. Теперь мы ставим ещё два блока масла вот таким образом, чтобы у нас прицепились ноги. И теперь если прыгнуть, то видно, что наши ноги прицепились к этим маслам. Так и должно быть. Теперь мы ставим ещё блоки масла. Так, три штуки. Раз, два, три. Теперь нам нужно убрать вот эти два. И у нас теперь, получается, руки тоже прицеплены вот сюда. Вот так вот можно попрыгать и это увидеть. Дальше мы берём любые блоки, из которых у нас будет сам робот, и начинаем его строить. Раз, два, три. Раз, два, три. Такие вот ножки получаются. И давайте ещё руки сделаем. Раз, два. Раз, два. Что-то руки короткие. Надо их увеличить на полблока, потому что если я поставлю ещё один блок, то оно прилипнет к маслу. И тогда ничего не будет работать. Поэтому я делаю вот так. Ставлю здесь блок, и от него ставлю ещё один блок. Точно так же, как я делаю это с маслом, которое заходило в стульчик. И так я получил два с половиной блока. Готово. Так, теперь нужно сзади, вот на этот стульчик нижний, поставить раз, два, три блока. Ой, четыре. И ещё один блок поставить вот так, чтобы он наполовину висел в воздухе, а наполовину здесь. Поэтому он не падает, наверное. Ставим ещё два блока. И немножечко вперёд. Раз, два, три. Готово. Так, теперь нам нужно взять пружинку. И поставить её вот так, чтобы она на одно деление отходила от стульчика. Так. И так же нужно поставить поворачиватель. Вообще-то сервопривод. И заново поставить пружину. Даже не спрашивайте, зачем это так надо. Теперь мы удаляем вот эти лишние блоки. Ну, этот тоже лишний. Готово. Теперь мы берём любой забор. Так. У меня, в принципе, есть металлический, точно такой же, как и этот, по текстуре. Я его буду использовать. Если мы сейчас расфиксируем, то у нас персонаж будет, как будто бы, летает. Поэтому мы делаем вот так. Мы ставим одну палочку внизу. Потом на компьютере нажимаем на клавишу Т. С помощью неё можно поворачивать предмет. И ставим ещё одну палочку чуть-чуть пониже. Вот этой. И теперь наши ноги будут опираться на эту палочку. Ну, сейчас видно, что они, ноги наши выше, чем эта палочка. Но потом всё будет нормально, когда мы, так сказать, всё запустим. И он будет ходить по ней. Вкраски для этого мы и делали нашего персонажа высоким. Дальше нам нужно прицепить вот этот центральный стульчик к этому роботу. Вот так ставим и прицепляем сюда стульчик. А то у нас вообще стульчик отдельно от постройки и ничего не прицепляется в итоге. Ну и вот готов весь этот робот. Сейчас мы удаляем вот этот стульчик. И теперь мы берём и ставим вот так вот ещё по одному боку. Потому что, как видно, у нас масла касается не только руки, но и тела. Поэтому нужно это исправить. Убираем эти масла. Ставим их по новой. Вот так. Хоп. На 0.5 ставим перемещение. И ставим их вот так. Если мы их вот так поставим, то они будут мигать. Это некрасиво. Поэтому мы их ставим на одно деление назад. Поэтому мы поставили на 0.5. Вот тут включу. Я поставил руки, у меня прицепились. Но теперь у меня тело не прицепилось. Это то, что как раз и нужно. Ну и можно сказать, что терминотор готов. Теперь мы его сохраняем. В слот, который говорит, что нужно прямо сейчас сделать. Теперь я вам сейчас покажу запуск. Давайте заново загрузим. Ой. Что-то со мной было. Теперь нам нужно взять обыкновенный стульчик. Сесть на другой стульчик. И поставить внутрь этого стульчика еще два стульчика. Максимально странно. И убрать вот этот. Хоп. Теперь мы прыгаем. И теперь нам просто, чтобы все заново привязалось, нам нужно все эти масла заново поставить. Готово. Теперь нам нужно все это расфиксировать. Это можно сделать при помощи включения воды. Так как мы без инструментов. Но если у вас все-таки есть отвертка, то можно так выделить и расфиксировать. Так, ну так как у нас нет отвертки, допустим. Допустим. Теперь нам нужно удалить вот этот нижний стульчик. Потому что если мы его не удалим, то мы просто улетим в космос. А это нам не нужно. Удаляем. И теперь включаем воду. Как видно, у нас все прицепилось. И мы можем вот так вот спокойно бегать. Ну и так же прыгать. А в прыжки еще раз. И еще. И еще. И еще. И так пока не улетим в космос. Ладно, я в космос не хочу все-таки лететь. Ну и вот робот полностью готов. А сейчас я вам рекомендую посмотреть видео о том, как сделать дворян без использования рулетки. Вот оно прямо на экране. А с вами был Денис. Всем пока.